Дорогие друзья, мы продолжаем знакомство с фонетикой. Как было отмечено в прошлый раз, основным предметом этого раздела лингвистического знания являются звуки речи. Именно они, их классификации, и станут предметом нашего сегодняшнего разговора. В любом языке мира наличствуют звуки. Человеческие языковые звуки отличаются от любых других. От звуков животных – лая, речания, мяюкания и тому подобного. От звуков неживой природы – журчания ручейка, шуршания ветра, раскатов грома – от звуков, которые издает человек, когда плачет или смеется, и многих других. Поэтому, прежде всего, мы узнаем, как они образуются и чем именно отличаются от всего перечисленного. Также в любом человеческом языке выделяют гласные и согласные звуки. В чем их различия и сходства? По каким основаниям их классифицируют? Эти вопросы также стоит рассмотреть. Итак, давайте познакомимся с основными моментами. Наша сегодняшняя лекция будет включать пять основных вопросов. Первое. Понятие о звуке. Второе. Как образуются звуки речи. Третье. Виды классификации звуков речи. Отличия гласных и согласных звуков. Классификация гласных и согласных звуков. Понятие о звуке. Звуки есть в любом человеческом языке. Языковой звук – это звук, который образуется посредством произносительного аппарата человека с целью общения. Артикуляция – это минимальная языковая единица, которая произносится за одну артикуляцию. Артикуляция – это работа органов произношения, направленная на производство языковых звуков. Артикуляция – это совокупность всех артикуляционных действий, необходимых для свободного образования звуков какого-либо языка. Образование звуков. Звуки речи возникают в результате деятельности активных органов произношения, таких как языка, губ, мягкого нёба и нижней челюсти. Образование звуков второе. Язык и губы могут принимать различные положения и совершать самые разные движения. Мягкое нёба может закрывать и открывать проход в нос, а нижняя челюсть поднимается и опускается. Воздух, который выдыхается из лёгких во время речи, по трахе попадает в гортан. Если голосовые связки раскрыты и воздух свободно проходит через гортан, получаются глухие звуки. Когда же голосовые связки сближаются и преграждают путь выдыхаемому воздуху, начиная вибрировать, возникает голос. Из гортани струя воздуха с голосом или без него попадает над гортанную полость и выходит наружу. Воздух будет выходить через рот, когда мягкое нёба поднято и закрывает проход в носовую полость. При произнесении звуков в русском языке воздух во время речи выходит через рот, за исключением звуков м, н, которые являются носовыми. Язык и губы являются самыми подвижными органами артикуляции. При изменении их положения получается каждый речевой звук. Различные движения может производить не только весь язык, но и его отдельные части. Кончик, спинка, боковые края и корень. Благодаря подвижности языка получается разнообразие артикуляций. Вот оно то и воспринимается как различные звуки. Артикуляционный взгляд на звук. Рассмотрим понятие звук с точки зрения артикуляции и акустики. С артикуляционной точки зрения звук – это результат согласованной работы различных частей речевого аппарата человека при прохождении через него воздушного потока. Термин речевой аппарат или, как еще говорят, произносительный аппарат условный, так как составляющие его части в своем биологическом предназначении не являются языковыми. Они служат для обоняния, вкуса, дыхания, приема и переваривания пищи. Образование звуков речи, как отмечил Александр Александрович Реформацкий, всецело заслуга человечества, давшего им добавочную культ-нагрузку. Рассмотрение и описание звука с точки зрения его артикуляции – сложный процесс, так как артикуляционная характеристика языкового звука является многогранной. Она охватывает до 13 различных признаков. А сама артикуляция – процесс, в котором различают три фазы создания звука – приступ, выдержку и отступ. Приступ артикуляции – экскурсия, переход органов речи из спокойного состояния в положение, которое необходимо для произнесения данного звука. Выдержка – это сохранение принятого положения. А отступ, рекурсия – это возвращение органов речи в спокойное состояние. Акустический взгляд на звук С акустической точки зрения звук – это результат колебательных движений какого-либо тела в определенной среде. Языковой звук доступен для слухового восприятия. Звук определяется следующими акустическими характеристиками. Силой, высотой, тембром, длительностью или по-другому – долготой. Рассмотрим эти характеристики. Акустические характеристики звука Сила звука характеризуется размахом колебаний. Чем шире амплитуда колебаний, тем громче звук. Высота звука определяется частотой колебательных движений. Чем выше частота колебаний в единицу времени, тем выше звук. Тембр зависит от дополнительных частот. Абертонов, которые дополнительно входят в звук. Долгота связана с общим временем, на протяжении которого длится звук. Функциональная характеристика звука Ни физиологическая, ни физическая стороны речевых звуков не исчерпывают их качественного своеобразия. Они выделяются среди прочих звуков своей социальной функциональностью. Звуком речи может быть только тот звук, который служит для разграничения смысла слов. В этом они отличаются от звуков, которые издают животные. Виды классификации звуков речи. При классификации звуков речи следует учитывать все три аспекты. Поэтому можно выделить следующие виды классификации звуков речи. Первая артикуляционная, вторая акустическая и третья функциональная классификация. Артикуляционная классификация строится на рассмотрении звуков с точки зрения способа и места их образования. Так, при образовании гласных звуков задействованы язык и губы, а при образовании согласных еще и небо. Например, звук О образуется посредством губ, которые округляются в момент звукопроизводства. А звук Р получается в результате вибрирования кончика языка. Акустическая классификация. Акустическая классификация. Рассматривает звуки через призму их акустических особенностей. Так, по звучности различают вокальные и невокальные звуки. По силе звучания звуки делят на консонантные и неконсонантные. И по высоте звучания они бывают высокие и низкие. По характеристике звучности звуки могут быть вокальные, например, гласные, сонорные или невокальные, шумные, согласные. Характеристика сила. Звуки могут быть консонантные, например, согласные, и неконсонантные, гласные. По характеристике высота звуки бывают высокие. Гласные передного ряда, передноязычные и средноязычные согласные звуки. И звуки могут быть низкие, это согласные. Например, звук R, к примеру, вокальный, консонантный и высокий. А звук O, вокальный, неконсонантный и низкий. Функциональная классификация звуков речи. Функциональная смыслоразличительная классификация основана на том, что звук различает смысл слов. Минимальную звуковую единицу язык, которая разграничивает смысл слова, называют фонемой. Мгновенные и длительные звуки речи. Еще можно классифицировать звуки по длительности звучания. В связи с этим звуки делятся на мгновенные звуки речи с мгновенной выдержкой. Русские П, Г, английские Б, Т. И длительные звуки. Это звуки с более или менее продолжительной выдержкой. Гласные звуки. Гласные звуки. Гласные звуки. Некоторые согласные звуки. Например, русские М, Р, С, а английские Ф, Х, Л. Отличия гласных и согласных звуков. Первое. Во всех языках мира ученые выделяют два класса звуков. Гласные и согласные. Основные отличительные артикуляционно-акустические различия звуков двух этих разрядов можно увидеть в таблице. Особенности акустических звуков. Гласные образуются только голосом, а согласные — голос плюс шум или только шум. Артикуляционные звуки. У гласных нет преград на пути воздушного потока. А у согласных есть преграда, обязательная. Смыслоразличительные звуки. Гласные лучше разграничивают смысл слов. Согласные обладают меньшей различительной способностью. Отличия гласных и согласных звуков. Второе. Гласные образуются только при помощи голоса. В образовании согласных используется шум, иногда в сочетании с голосом. Если при прохождении через ротовую полость путь воздушной струи свободен, она не встречает никаких преград, то рождается гласный звук. При образовании согласных на пути воздуха в речевом канале всегда встает преграда в виде языка, зубов или губ. Пример. Сравните звуки А и П или О и С. Третье. При произнесении гласных звуков сила струй выдыхаемого воздуха и напряженность органов речевого аппарата равномерны в течение всего времени произнесения звука. Тогда как при произнесении согласных звуков сила струй выдыхаемого воздуха и напряженного речевого аппарата неравномерны. В момент преодоления преграды они становятся наивысшими. Четвертое. Струя выдыхаемого воздуха при образовании согласных звуков намного сильнее, нежели при образовании гласных. Пятое. Гласные звуки обладают меньшими смыслоразличительными особенностями, нежели согласные звуки. Например, если в слове молоко мы при произношении опустим гласные звуки, твердый знак А, О, то смысл легко определится по согласным М, Л, К. Тогда как при опускании в произношении согласных такого не произойдет. Различие между гласными звуками заключается в том, что для каждого из них характерен свой тембр. Но описать тембр непросто, поэтому гласные звуки классифицируют на основании работы языка и губ. Значимым является положение языка, которое изменяет объем и форму полости рта, а от их состояния и зависит качество гласного звука. Основание для классификации гласных – работа языка, которая характеризуется степенью его продвижения вперед или назад, а также степенью его приподнятости в момент образования гласного звука. Предний ряд, средний ряд, задний ряд, задний ряд. Высокий подъем, украинское, и, русское, и. Средний ряд, русское, и. Задний ряд, казахское, и, русское, у. Средний подъем, французское, о, русское, э, английское, е, русское, о. Низкий подъем, английский, аэ, русское, а, английский, а. Основание для классификации гласных – работа губ. Лобиализованные, нелобиализованные. Среди лобиализованных русские – о, у, чувашский – у, немецкий и французский – йо. Нелобиализованные русские – а, и, и другие. При образовании лобиализованных гласных звуков губы вытягиваются вперед и округляются. Поэтому лобиализованные гласные еще называют оглубленными. Лобиализованные звуки могут противопоставляться таким же, но нелобиализованным и различать значения слов, например, Чувашское – пуре, почка, пуре, всего в совокупности. Немецкое – хелэй, светлий, холэй, ад, преисподня. Классификация гласных звуков. Основание для классификации гласных – положение мягкого неба. Ротовые – когда мягкое небо поднято и закрывает проход воздуха в нос. Носовые – когда мягкое небо опущено, воздух проходит в нос. Примеры носовых звук. Французское – infant, ребёнок. Польское – заканско, закуска. А носовой гласный похожий на русское – он. Были носовые и в православянском, и в старославянском языках, но в русском языке не сохранились. Классификация гласных звуков по степени раскрытия рта. Также разлегчают открытые и закрытые гласные, в зависимости от степени раскрытия рта. При произнесении открытых гласных мышцы менее напряжены. Гласные делятся на открытые и закрытые. Различают гласные звуки и подлительности, продолжительности звучания. Гласные. Долгие, супердолгие. Краткие. Долгие гласные. Шип. Корабль. Саба. Супердолгие. Пришли. Английское. Шип. Овца. Эстонское. Саба. Получить. Краткие гласные. Саба. Сто. Дивтонги. Дивтонги. Среди гласных звуков могут встречаться дифтонги. Дивтонг – это сочетание двух гласных звуков, арчикуляция которых подразумевает переход от одного к другому. Например, немецкое. Например, немецкое «ой» в «юро» в «евро», английское «ай» в «хоп» «надеется». Дивтонг может быть нисходящим. В его составе первый гласный образует слог, а второй – нет. Если же наоборот, то дифтонг – восходящий. Встречаются сочетания и трех гласных. Трифтонги. Английское. Лайер. Лгун. Вьетнамское. Энгуай. Внутри. В русском языке дифтонги и трифтонги не встречаются. Основания для классификации согласных звуков. Согласные звуки подразделяются на основании трех признаков. По месту образования, по способу образования и по соотношению голоса и шума. Степени сонорности. Классификация согласных звуков по месту образования. Губния. Губния. Дальше желатца на губна губния са гласния. Пи. Би. М. Губна зубния са гласния. Ф. В. Меж зубния. Интерденталь. Англейская. О. Снег. Благодарич. И ДАТ. ТОТ. ТА. ТО. Из Иеж нией. Перед наиз Иеж нией. А. Дар сал нией. Русские Т, Д, С, З, Н. Б. Апекальные, английские Т, Н, а русские Ш, Ч, В. Кокуминальные, русское Р. Второе. Средноязычные. Палатальные. Русский Йод. Третье. Задноязычные согласные. К, Г, как в русских словах КОТ, ГОД. Увулярные. Гроссирующий согласный Г во французском. Гартанные. Английское ЭЧ в словах ХЭТ, ШЛЯПА, ХЭНД, РУКА. Классификация согласных звуков по степени звучности. Звуки могут быть сонорными или шумными. Это подразделение основано на соотношении в звуке голоса и шума. Основу сонорных составляет голос или тон. Шум незначительен. Остальные согласные называют шумными, так как их основой является шум. Согласные можно делить на сонорные и шумные. Шумные согласные делятся на звонкие и глухие. Система гласных звуков в разных языках различно. Так, в немецком языке тринадцать гласных, в чувашском девять, а в молдавском только семь. Консонантизм – система согласных звуков. Количество согласных звуков в языках мира также различается. Русский вокализм представлен шести звуками. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы говорили о звуках. Мы узнали, что во всех языках мира выделяют гласные и согласные звуки. Их можно классифицировать по разным основаниям, например, учитывая их артикуляционные, акустические или функциональные особенности. Наиболее традиционными являются артикуляционные классификации. Согласно им, гласные звуки различают по способу образования, по месту образования и по степени лабиализованности и длительности звучания. Согласные тоже по месту и способу образования, а еще и по степени сонорности. В русском языке шесть гласных и тридцать семь согласных звуков. Продолжение следует...